Надоело, синева? И ты хочешь дорогой дробь и инвентарь в CS GO? Но хитрый гейп дает ширпотреб, а сайты с кейсами подкручивают? Тогда тебе на ksstannel.com Только там уникальная система открытия кейсов, где ты сможешь интересно провести время и не остаться в минусе А также открытая лайф-лента и бесплатные кейсы для всех пользователей сайта Заходи, все ссылки в описании Йоу, ребятки, как делишки? С вами снова Райли Я надеюсь, у вас сегодня прекрасный день, такой же, как и у меня Так вот, сейчас я вам покажу самые грустные пасхалки разработчиков из игр серии GTA Обязательно досмотрите до самого конца Возможно, вы узнаете что-то новенькое для себя Также оцените прямо сейчас это видео своим большим пальцем вверх Потому что я думаю, оно вам понравится И усаживайтесь поудобнее, и в общем, погнали! Первая у нас самая грустная пасхалка И находится она в GTA 5 На кладбище в Лос-Сантосе Ее можно найти здесь утром Придя сюда и пройдя вот к этой могилке с букетом цветов Букет, по видимости, свежий Как будто кто-то недавно навещал эту могилу Мы через некоторое время увидим маленького песика Который идет сюда именно к этой могиле После чего он просто сядет напротив нее И будет здесь сидеть Сразу понятно, что песик бежит навестить своего хозяина Который очень сильно любил своего питомца Что тот готов сидеть рядом с его могилой вечно Это очень трогательно Данная пасхалка отсылка к псу Бобби И его хозяину Джону Грею Живших в 19 веке в Шотландии Джон Грей был садовником Но свою работу найти не смог И поэтому устроился в полицию ночным сторожем Через несколько лет Джон завел себе помощника Пса породы Скайтерьер И дал ему кличку Бобби Они практически неразлучно жили И работали вместе около двух лет После же Джон серьезно заболел туберкулезом И скончался Его похоронили в Эдинбурге Пес сопровождал гроб до места захоронения А когда товарищи, друзья Джона ушли Он остался жить на могиле И представьте себе На протяжении целых 14 лет Бобби сидел на могиле своего хозяина Лишь иногда он отключался для того, чтобы покушать Преданного пса подкармливал хозяин близлежащего кафе А во время сильных морозов Песик грелся в ближайших домах Бобби в какой-то момент чуть не усыпили Как бездомного пса Но так как собака стала знаменитой Сам мэр города поручил взять ее под ответственность местных властей И с тех пор Бобби стал носить ошейник Подтверждающий его законное право на жизнь в этом городе Бобби умер в 1872 году И был похоронен на том же кладбище, что и его хозяин В честь него даже есть бар в Эдинбурге Рядом с которым и расположен памятник собаке в натуральную величину Его установили в конце 1873 года Через два года после смерти Бобби А спустя столетия в 1981 году На могиле Бобби установили красный гранитный камень Надпись на котором гласит Бобби умер 14 января 1872 года В возрасте 16 лет Пусть его преданность будет уроком нам всем Согласитесь, история очень грустная Но возвращаясь в игру скажу, что песик будет здесь сидеть вечно Пока вы находитесь рядом с ним Если же вы отвернетесь, то он просто исчезнет Следующая у нас грустная пасхалочка Находится опять же рядом с этим кладбищем в GTA 5 И ее можно найти на этой скамейке Тут есть надпись в память о Крисе Эдвардсе Как известно, Крис Эдвардс один из сотрудников компании Rockstar Который работал над такими играми как GTA, Max Payne и La Noire Суть в том, что Крис Эдвардс ушел из жизни в 2014 году Поэтому вероятно этот мемориал посвящен его памяти И наконец, третья грустная пасхалочка Связана с собакой Майкла из GTA 5 Если внимательно осмотреть дом Майкла То можно наткнуться на разные фотографии Его жены, детей, родителей, друзей И также на фото какой-то собаки В игре никогда не упоминалось о наличии домашнего питомца у семьи Майкла И мне кажется, это фото стоит здесь не просто так И если и была собака, так что же с ней случилось? Так вот, существует три теории Первое это то, что собака просто умерла Все мы знаем, что никто не вечен И собака не исключение Возможно, это произошло до событий GTA 5 И данное фото, видимо, память об этом песике Вторая же теория гласит, что собака сбежала И мне кажется, это немного правдоподобным Потому что в игре есть случайное событие Где Франклин несколько раз встречается с какой-то собакой И с ней разговаривает Она очень похожа на собаку Майкла Поэтому, возможно, пес сбежал от семьи И теперь живет среди дикой природы И переходим к третьей теории Возможно, собаку отдали друзьям семьи Майкла Которых также можно найти на фото в гостиной Если же мы войдем в интернет И зайдем на сайт Accept the House И перейдем во вкладку Хотите сыграть в бога? Увидим семью Чем-то похожим на друзей Майкла И среди них есть собака Тоже чем-то похожа на ту, что была на фото Только здесь она какая-то рыжая И если мы нажмем на кнопку Сыграть в бога То увидим ужасное фото Где запечатлен момент гибели семьи В том числе и собаки Но я не уверен, что это и была собака Майкла Потому что на вид они совершенно разные Но все же, этот сайт и эти фото здесь неспроста Возможно, это и правда собака Майкла Которая погибла И Майкл был бы, возможно, счастливее Если бы с ним был бы его преданный пес Но это всего лишь теории И каждый придерживается своей И поэтому пишите обязательно в комментариях Как вы считаете, что случилось с собакой Майкла? Умерла она, сбежала? Или кто-то ее убил И также, какие еще грустные пасхалки вы знаете? Напишите мне, очень интересно Ну и приветик от меня сегодня Получает Влад Белоусов, Артем Драницкий И большой пламенный приветик тебе, Руслан Гасанов Спасибо вам, друзья, огромное За то, что вы меня смотрите и поддерживаете И спасибо также тебе, бро, что досмотрел до самого конца Если тебе понравилось видео, то, пожалуйста, прямо сейчас поставь лайкосик И подписывайся на мой канал, если оказался здесь впервые Не забывай нажимать на колокольчик, чтобы не пропускать мои новые видео В общем, просто нажимай вот сюда и глянь вот эти видосики И с тобой был как всегда, Райли Желаю тебе удачи Оставайся таким же классным Не грусти Ну и увидимся в новых видео Пока Субтитры сделал DimaTorzok